Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. По два томата в одну лунку. Какие преимущества при таком выращивании мы получаем? Сегодня снова разговор на эту тему. Когда в прошлом году при выращивании в теплице по два томата в одну лунку, я постаралась рассказать все об этом способе выращивания томатов. Но по-прежнему многие интересуются, вероятно кто-то не понял, кому-то нужно более подробно узнать, кто-то будет так выращивать в этом году. Одни задают вопросы, что дает такая посадка, другие уже конкретно интересуются, на каком расстоянии надо высаживать, уже готовы высадить. И я начала со вчерашнего дня рассказывать еще раз и более подробно со схемами, с подробным описанием, что касается вот этой уплотненной посадки по два томата в одну лунку. Во вчерашнем видео про преимущества при выращивании детерминатных сортов, вот я показывала и рассказывала, я рассказала, что при посадке по два томата в одну лунку есть разница между выращиванием высокорослых детерминатных сортов и высокорослых индетерминатных сортов, и низкорослых детерминатных сортов. И нужно очень внимательно выбирать сорт для такой посадки и рассортировать посадки на детерминатные и индетерминатные. Если вы хотите посадить и такие и другие, то нужно все-таки их в разные ряды высаживать. Иногда при совершенно одинаковых характеристиках плодов сорта очень отличаются по строению куста и естественно потом по условию выращивания и по уходу. Я хочу напомнить еще раз, что индотерминатные томаты все-таки лучше не применять в такой посадке тем, кто работает, очень занят. Кто приезжает урывками только на выходные или там один-два раза в неделю. При уплотненной посадке ваши растения будут требовать повышенного внимания. Они очень быстро зарастают пасынками, вытягиваются и если вы не сможете дать им должный уход, будет обратный результат. Все зарастет, будет мало урожая. Но если у вас все-таки есть время на тщательный уход и контроль за растениями в теплице, то индотерминатные сорта, вот я сейчас выбрала, расскажу какие, тоже можно высадить по два корня в одну лунку. Только уже расстояние между лунками у таких томатов нужно делать больше. Я вот вчера про денты рассказывала, что их через 40 сантиметров высаживаю. То высокорослым и крупноплодным, индотерминатным нужно не менее 60, а лучше все 70 сантиметров. И так как у разных сортов томатов свои особенности выращивания, при такой посадке по два корня в одну лунку, я начала рассказывать подробно именно об детерминатных отдельно, а сегодня буду говорить о индотерминатных тоже отдельно. Сразу скажу, что я не очень люблю выращивать таким способом эти помидоры в теплице, потому что они сильно разрастаются, уход за такими посадками отнимает много времени, а у меня его летом вообще почти нет. Просто у меня, потому что очень большое количество, вот в том году было более тысячи, но небольшое количество кустов я все-таки высаживаю, потому что, конечно, они крупные, вкусные. Вот самые любимые сорта есть у меня, они именно индотерминатные, которые как я люблю покушать. Если вы в своей теплице выращиваете только индотерминатные сорта томатов и решили все-таки попробовать высадить какую-то их часть по уплотненной схеме, по два корня в одну лунку, то в этом случае нужно внимательно посмотреть характеристики сортов, потому что индотерминатные сорта, они тоже очень разные. Я вот выложила, сейчас покажу вам на примере тех, которые у меня есть, я вот всю жизнь какие сорта вообще когда-то, когда-либо выращивала, я все пачки сохраняю, поэтому я могу вам для образца выбрать и показать на примере вот тех сортов, которые вообще существуют у нас в мире. Так, про сорта. Есть сорта, на пачках которых производитель изначально пишет выращивать, формировать в один стебель. Вот, как пример я вам покажу. Вот, желтый шар, он индотерминатный. Читаем. Так, сейчас я... Среднеспелый, высокорослый, более двух метров сорт, с подвязкой колем. Так, так. После высадки растения формируют в один стебель, удаляя все пасынки. Вот здесь уже изначально написано, что не иначе, его можно выращивать только в один стебель и не иначе. Вот такой сорт, сейчас я вам покажу. Такой сорт и все другие такие сорта я смело выращиваю по два в одну лунку. Веду в один стебель, вот видите как, несмотря на то, что он высокий, я их высаживаю, но вот я колышком привязываю, у кого-то будет он на шпалере. Я веду его в один стебель, удаляю все-все-все лишнее. И он при такой посадке, вот эти два томата, ничем не отличаются от тех, которые высажены по одному корню отдельно, но сформированы в два ствола. Вот смотрите, вы же могли посадить на это место томат один и вот главный пасынок оставили бы и ввели бы в два ствола. Кстати, вот сейчас по вчерашней я вам покажу картинку. Вот, мы же выращиваем таким способом. Вот вы посадили, ведете его в два ствола, получается то же самое, что мы ведем один корень в два ствола, что я высадила два корня рядом и веду в один ствол. Но преимущество вот такой посадки, опять же, про корневую систему в том, что в этом случае на два этих ствола приходится целых две корневых системы. То есть на одну корневую систему приходится один ствол и вот то количество кистей, которое нам положено, там шесть-семь вырастить. То есть одна корневая система кормит шесть плодовых кистей. Здесь одна корневая система кормит, если два ствола, значит, естественно, ей будет уже сложнее. Вот с этим случаем все ясно. Это все очень просто. Если сорт рекомендовано выращивать в один стебель, значит, смело можно высаживать две и в один стебель гнать. И вот в таком случае, конечно, если в один стебель, то когда в один стебель и плоды созревают пораньше, и крупнее они делаются, это всем ясно. Но сложнее в тех случаях, когда мы высаживаем индетерминатный сорт, который необходимо вести в несколько стволов. Я вот вчерашней картинкой воспользуюсь. Скажу сразу, что я при уплотненной посадке томатов в теплице, такие вот сорта, которые в несколько стволов нужно вести, никогда не веду в три или в четыре ствола, только в два. Высаживаю также две, как вот на детерминатах я показывала. Оставляю главный пасынок, который под первой цветочной кистью, и два ствола. Остальное все, все пасынки нещадно убираю, вырезаю, чтобы не было затемнения. Но я это делаю, потому что у меня в теплице шириной 3 метра посажено 4 грядки томатов. Посмотрите мое летнее видео, там видно. Я сейчас вам даже найду, где-то у меня есть схема. У меня в моей теплице вот так 4 грядки. Основная дорожка 60 сантиметров, две вспомогательные по 40. И вот эти все грядки, они у меня узкие, по 40 сантиметров, и все одинаковые. Поэтому больше, чем в два ствола я не веду, тут просто мало места. Но если у вас другое расположение ваших грядок, вот смотрите, бывают же и вот такие, когда три грядки, если ваша теплица разделена на три грядки, естественно, они шире, то, возможно, вы сможете формировать такие индетерминанты и в три, и в четыре ствола. Ведь условия выращивания у всех разные. Это тоже необходимо учитывать. Вот в этом случае, когда мы делаем по-разному грядки, когда у нас вообще разные условия у всех, каждый должен решать самостоятельно, как высадить томаты, во сколько стволов их вести, есть ли у вас условия, например, для увеличения количества стволов больше двух. Не забывайте, что они все будут зарастать, разрастаться. Вот, конечно, при таком варианте, когда оставляем только главный пасынок и ствол с двумя, это самый идеальный вариант, потому что именно здесь созревают первые плоды, вот на стволе и на главном пасынке. Он ведь не уступает размерам, он потом вырастет, будет такой же, как ствол. Именно вот при таком формировании куста индетерминантных томатов я получаю преимущество, потому что и плоды крупные, я сильно много не оставляю стволов, не размножаю количество стволов, потому что обычно и мельчают плоды, и позже растягивается получение урожая. Есть сорта, которые рекомендуется формировать уже сразу в 3, в 4, даже в 5 стволов есть такие сорта. Для получения полного урожая ему нужно много стволов. Эти сорта я стараюсь вообще не высаживать, вот такой по уплотненной схеме, по 2 томата в одну лунку. Стараюсь их избегать. Никогда не выращиваю этим способом индетерминантные томаты черри. Но если вот, например, посмотреть... В прошлом году я выращивала вот медовый король. Он индетерминантный. Требует подвязки и формирования. Сажу 2 куста, введу в 2 ствола, не больше, все. Потом, вот про советские у меня спрашивали. Он тоже такой же. Если позволяет место, введите в 2 ствола. Если не позволяет место, садите 2 растения и в 1 ствол. Вот, конечно, самые хорошие, самые крупные плоды получаются, когда введем в 1 ствол. Они будут укрупненные. Я про черри сказала, что никогда не выращиваю черри. Но вот такие вот мелкие, как красный трюфель, там еще у меня есть различные там свечой пальчиковые некоторые. Я выращиваю. Она, этот тоже высокий, вот метр семьдесят он. Я его тоже не разрешаю образовывать много стволов. Удаляю лишнее. Один, в крайнем случае два. Но еще раз повторю, чтобы все знали, что каждый это будет решать сам. У всех у нас разная ширина грядки, разные условия. Нельзя как-то следовать советам одного человека. Вот я выращиваю так, и все, значит, должны выращивать так. У всех у нас разные условия. Если перечислять все преимущества выращивания томатов по 2 корня в 1 лунку, я повторюсь, я вчера уже говорила, но кто-то не видел вчерашнее видео, то кроме получения более раннего урожая и более крупных плодов, можно вспомнить про экономию места на участке. Этот метод выручает тех, у кого не очень большой участок, посадить хочется много. И я повторю еще раз, что я не говорю, что всем начинающим огородникам обязательно нужно выращивать томаты в теплице, например, именно так. Но те, кто заинтересовался этим методом, могут попробовать посадить хотя бы несколько кустов, даже ради эксперимента. Возможно, что вам понравится. Еще раз повторю в конце видео этого, что при выращивании индетерминантных сортов вы не должны забывать, что расстояние между лунками должно быть 65-70 см. Это первое. Второе. Если у вас узкие грядки, как у меня, вести каждый куст лучше в один или два ствола во избежание загущенности. И самое важное. Такие посадки потребуют от вас очень тщательного ухода почти ежедневного. Необходимо вовремя удалять все лишние пасынки, листья, иначе растения создадут тень, и это приведет у нас к обратному эффекту снижения урожая. Главный вопрос, который всегда задают, зачем мы это делаем? Какие преимущества мы получаем в выращивании помидоры таким методом? Ну, про преимущества я уже рассказала, уже не буду повторять. Ну и, конечно, все наши действия, что бы мы ни делали в огороде, все у нас направлено на получение урожая. Всем хочется получить и больше, и раньше. Именно поэтому все огородники придумывают новые и новые способы выращивания растений. А попробовать нужно все. Если вы начинающий огородник, и понять, подходит вам этот способ или нет, вы сможете, только испытав это на своем огороде, хотя бы один раз. Попробуйте так посадить несколько кустов, и потом вы уже сможете судить, когда посмотрите чей-то видеоролик, когда вам будут рассказывать, вы уже так про себя скажете, нет, мне этот метод не подходит, я пробовала. Или наоборот, о, я так пробовала, мне понравилось. До свидания. Желаю всем не бояться, экспериментировать, испытывать новые методы, даже если у вас что-то не получится, это будет опыт. Он очень важен в огородничестве. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И еще одно видео на тему уплотненной посадки томатов по два корня в одну лунку. Стоит ли так выращивать или нет, судите сами.